Здравствуйте, с вами Александр и сегодня я вам расскажу о том, как приманить пчел в нашу ловушку для раев. На тот момент, когда я восстанавливал ловушку, у меня не было запропылесованного холстика. Я его нашел, достал, привезли мне его знакомые. Но так как холстик не сильно запропылесован, мне в придачу привезли еще 4 кусочка кругляшка прополиса. Вот я сейчас этим прополисом и буду натирать наш холстик. Чтобы его потом наложить на ловушку для раев. Сейчас вроде начали проскакивать солнечные деньки, а то все лето было какое-то печальное, холодное. Даже на водопой пчелы особо не летели, хотя вот я и водопой сделал. В те годы обычно этих пчел было усыпано, в этом году все достаточно скромнее. Вот вроде немножко погода наладилась, все-таки надо поймать улик, то есть рой. Чтобы он у меня жил, чтобы опылял, потому что по весне очень много всего цвело, а завязалось очень мало. Погода была холодная, пчелы не летали. В предыдущие годы у меня сосед через забор держал пчел и у меня с опылением проблем не было. Но тут сосед уехал, продал дом, а новые соседи пчел не держат. И с опылением у меня начались проблемы. Ну, естественно, с урожаем. Из-за того, что вот натираю на такой решеточке, как раз на ребрах решетки он хорошо снимается. До этого я думал на какой-нибудь гладкой поверхности. Не, и так пойдем. Ай. Ну, вот так его хорошо натираем. Кто-то может смочить спиртом для растворения. Ну, мне кажется, вот такой механический способ наиболее эффективным. Переворачиваем на другую сторону. И здесь тоже самое пройдем. Подликнем всего один кусочек. Прополис будет на солнышке плавиться, пахнуть, привлекать пчелок. И я думаю, мы их скоро поймаем. Как поймаю, надо будет делать улей. Или этот занесу куда-нибудь в тепло относительно. Не, что-нибудь сделаем, что-нибудь придумаем. Так, натираем. Нажернее. Кладем поперек. В принципе, весь прополис сразу использовать не буду. Половинку оставлю. Молодец, даже не так, все смоет. Вот таким образом натираем наш холстик. Вот он сейчас становится желтее и желтее. Погода еще прохладненькая с утра. Поэтому прополис твердый. У нас слишком мягкий, он тоже в руках протечет. Уже получше, прям такой слой получше. Сегодня солнышко его будет плавить. А пчелки же, надеюсь, прилетят. Плюс я заметил, пчелы садятся на большие пятна белого. Как-то в белой футболке гонзол. И на меня прям пчела сила. И на ванну видел тоже. Для нее как большой белый цветок воспринимает. По диагонали попробуем. Вот так, натерли. А сейчас попробую еще под нагрузкой. А то, что-то так долго телеет. Под нагрузкой придавливаем. Под нагрузкой прилипаем. Во! Еще веселее дело пошло. Вот так вот. Вот, блин, как хорошо. Да, пчелки, конечно, бы двухмиллиметровым слоем уложили бы. Тогда было бы все прекрасно. Так как пока пчелок нету, приходится вот таким вот методом, способом. Вот. Уменьшается наш кусочек прополиса. Им же оботру, кстати, и нашу ловушку. Вот тут как раз и будет кора. Куда же, думаю, можно немножко из ствола персика. Закладывать такие прополисные кусочки Сюда можно прям побольше Вот все эти щелки Вот он на солнце будет нагреваться Так вот на всю округу Сюда вот его запрячем Один сюда Один сюда Сюда немножко Ну и на восток на солнышко чуть-чуть Начнем вешать наш холстик Так, холстик повешен Закрепить его, конечно, чем-нибудь надо Я сейчас придумаю, чем-то Два самореза кручу Так что, в принципе, на этом почти все Сейчас еще немножко на вход прополисом заряжу Вот сюда вот кусочек Пусть у меня здесь будет про запас Когда мне надо будет, я его отсюда же и возьму Сюда кусочек прилип А этот кусочек сюда вот на палочку насадим Тоже пусть будет про запас Чтоб не потерялся Паха привлекал Ну, в общем, вот такие вот Приманушки-заманушки для пчел Запас еще есть Полмесяца, я думаю За эти две-три недели Вот мне надо край поймать Рой, да Иначе сезон ловли раев уже заканчивается Всем, кому понравилось, ставим лайки Оставляем комментарии Подписываемся Всем всего доброго Счастья, здоровья Пока-пока